День пожилого человека – яркое свидетельство того, как наше государство и общество относятся к пожилым людям, которые заслуживают особой признательности, уважения и любви. Люди мудрого возраста заслужили эту особую честь, потому что большая часть их работы заложена в фундамент благополучия города. Они строили народное хозяйство, своими руками поднимали государство, с любовью и теплотой воспитывали детей. Разрешите поздравить вас с праздником, а сегодня праздник прежде всего добра и уважения. Вот я желаю вам именно, чтобы вас окружали добрые люди. Это ваши близкие, ваши соседи, ваши друзья. В Десногорске живет много людей, чья жизненная позиция для многих может стать примером. Одним из них является председатель Десногорского общества инвалидов Татьяна Желтышева. В начале мероприятия активная жительница города была награждена благодарственным письмом от Департамента Смоленской области по социальному развитию. Это человек, который заслуживает нашего уважения, потому что она представляет наш город не только на городских мероприятиях, но и на мероприятиях областных, всероссийских и международных. Фестиваль «Душою вечно молодые» был организован при поддержке первичной профсоюзной организации Смоленской атомной станции. В этот раз он прошел в новом формате и включал в себя пять номинаций. Участники проявили себя в искусстве художественного чтения, инструментальном творчестве и хореографии. Также были специальные вокальные номинации «День победы» и «Любимый город». Я вернусь туда, где небо столько лет, Старый двор, свой самый лучший на земле. В завершении фестиваля все участники были награждены дипломами и памятными подарками. Виталий Волков, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ